Новое Радио Лайло Тагаева Радио Я не знаю, что я хочу Спасибо Что ж, добро пожаловать Лайло Тагаева Я вот слышал, что вы руководитель креативного агентства Пурноур и также организатор крупных столичных ивентов и, конечно же, издатель одного из популярных в сети онлайн-издания Лему Медиа Я думаю, что Лайло Пеша Зоне Кидарбурай Я думаю, что Лайло Баруя Шнурман Дагуни Мото Катамандуз Я думаю, что мы хотим Мы хотим, что мы хотим Мы хотим, что Лайло Как мы хотим Мы хотим, что Лайло Всем привет, ассо амбайком Спасибо, что пригласили на эфир Не знаю, знают ли меня Ваши слушатели, вообще я не ставила перед собой цель, чтобы меня кто-то знал И вообще быть такой суперпопулярной Но мы делали очень классные вещи О которых хотелось бы говорить Уже меня представили Я являюсь руководителем уже где-то 10 лет Терковного агентства Пурноур И совсем недавно, два года Как мы издаем онлайн-издание Вернее, запустили онлайн-издание О молодежи, для молодежи И мы бы хотели тем самым усилить голос молодежи И попозже рассказывать о современном Таджикистане О современном Таджикистане Это уже интересно Я думаю, что когда мы запускали эту идею Когда мы запускали ему медиа Мы ставим перед собой цель Что мы исключим абсолютно все Что такое неприятное Негатив, да? Да, мы будем такие Я вот недавно говорила в другом интервью Что мы будем такие В розовых очках Говорить о всем положительном, что происходит И особенно о том поколении Которое сейчас растет Потому что это вот потрясающие девушки Потрясающие ребята И вообще очень много людей На которых стоит равняться Которые здесь живут Которые живут в других странах И мне вот приятно С помощью нашего издания Усиливать их голоса Усиливать их намерения И все остальное Ну что ж, напоминаем, друзья Вы можете присылать свои сообщения Допустим, какие-нибудь там вопросы появятся По номерам вайбера 55-00-559-55 И также можете звонить по горячей линии прямого эфира 44-620-09-55 Спасибо большое за вопрос Ну, как бы я бы не говорила, что это прям какой-то большой успех На самом деле Общаясь в своих соцсетях Общаясь в каких-то, не знаю, интервью и везде Честно говоря, я беру на себя небольшую ответственность на то, чтобы Вдохновлять девочек, чтобы они развивались Потому что, мне кажется, большинство женщин воспитывают, получается, детей И мне кажется, это очень интересный опыт С точки зрения того, что Женщины играют большую роль в обществе И воспитывая свое поколение, они воспитывают страну Что касается моего успеха Ну, мне кажется, это немножко громко сказано Но, если вы хотите состояться как личность Если вы хотите сделать что-то действительно интересное Просто нужно взять, брать и делать Вот в этом вся проблема Потому что многие рассуждают А как? А нужны деньги А если не получится Там, допустим, финансы Тут еще возникает такой вопрос Я как раз-таки за счет того, чтобы Начинать любой бизнес Начинать любое начинание Без каких-то денежных вложений Потому что это всегда исключает много творчества То есть, чем меньше денег, тем больше креатива Тем больше ты сидишь, думаешь, боже А как мне найти выход, чтобы сделать вот эту вещь, но без денег? Ты находишь партнеров Ты находишь какие-то интересные идеи Поэтому я вот именно когда начинается стартап И вообще против того, чтобы туда вливалось сразу и много денег Все должно быть постепенно Поэтапно должно быть это все? Да, 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 да Да, вы правы Вот, что еще могу подсказать девушкам? Просто, наверное, надо найти себя Найти то, что ты умеешь делать И умеешь делать лучше других И развивать это Я вот думаю, вот в этой жизни Как бы самое сложное Это вот найти себя Найти свое хобби Вот увлекаться чем-то Это, я думаю, вот самое сложное Вот это вот Но как бы уже себя нашел То, что мне нравится Я уже этим занимаюсь На самом деле Ищущий всегда найдет Если вы решили для себя найти свое хобби Решили для себя найти Какое-то призвание Это обязательно к вам придет Не без этого То есть, вы не будете в долгом Таком десятилетнем поиске себя И все остальное И самое главное Мы сказали Если что-то пойдет не так Если случатся ошибки Это нормально Это Я считаю, что Ну, до сих пор Такое у меня сейчас Правда, двоякое Уже мне не по поводу этого Любой рост Любое Это сопровождается Какими-то ошибками Сопровождается Какими-то неприятными ситуациями И это нормально То есть, только проходя Через все этапы Это эти этапы И обязательно Я думаю, что они Должны быть сложными Потому что только это Ускоряет твой прогресс Вот поэтому не нужно Как бы расстраиваться Да, вы советуете Не надо расстраиваться Не надо как бы Падать духом Да, больше энтузиазма Конечно Вот я считаю, что В моих глазах Всегда горит огонь Много энтузиазма За что бы я ни взялась Там всегда очень много Эмоций Много Желания Менять мир Не знаю, менять мир Вокруг себя Да, конечно Вот как говорят Just do it Да, есть такая Конечно Мне кажется, в жизни любого предпринимателя В жизни любого человека Всегда бывают моменты, когда они хотят остановиться Но это нормально Это просто какое-то эмоциональное выгорание Или какое-то физическое Это просто нужно отдохнуть Прийти в себя Восстановить свои ресурсы И снова начать двигаться Что касается каких-то сложностей Опять-таки Не без этого Мир не идеальный То есть мы не можем Вот так вот я решила И все-таки Пошло, поехало По тому сценарию, который ты в голове себе нарисовал Обязательно будут И тем это и интересно Обязательно будут Какие-то вещи Которые будут тебя Сталкивать с этого пути И, наверное, это какая-то небольшая проверка Что-то мы как-то ушли в философию Да, философию ушли Да Давайте о чем-то вот Поконкретнее Начиналось все очень просто Мы с моей близкой подругой Сабиной Хамраев Решили открыть журнал Который назывался Мир рекламы Мы тогда, да Мы запустили журнал Мир рекламы Мы пять лет им активно занимались После этого мы запустили Андил, ты ведь знаешь Самое клевое мероприятие Которое для меня первое было Ночь пожиратель рекламы Но мы точно понимали Что мы хотим делать все вокруг рекламы Мы хотели просто Чтобы мое имя, как Лайвут Агаевы Команда Пурнура Команда эта Все ассоциировалось с какой-то рекламой Мир рекламы Мир рекламы Бесер Моломотов И много Информации И И На самом деле Мы говорим Что ЛИМУ Медиа Что ЛИМУ Мы Мы Иваз 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 Лиму-Медиа — это такая интересная история, она появилась у меня в голове на клевом мероприятии в Алмате, на Гоу-Вайро, где выступали несколько девушек, которые являлись издателями молодежных изданий. Я еще тогда поняла для себя, интересно, значит, можно делать издание, где не будет новостей, разве можно делать издание, где не будет политики, и такой у меня был инсайт. И просто тогда закралась мысль, что нужно создать что-то похожее, нужно создать вот такое вот сообщество. Позитивное, да, что-то? Развлекательное. Самое интересное, мы точно были уверены, что это должно быть диджитал. Мы точно хотели, чтобы это было онлайн, и это давало очень много других возможностей делать видеоформаты, разные другие мультимедийные форматы. И когда мы запустились, и когда мы придумали название, и когда случилось много вещей, которые поддержали нашу идею в запуске этого издания, мы вот прям два года уже, 15 мая, исполнится два года, и мне кажется, мы добились того, что мы хотели. Вот вы знаете, в процессе того, как вы вот рассказываете об этом, мне вот интересно стало, и вопрос у меня возник такой. Вот онлайн-издание Лимум Медиа, как это, ну, я понял то, что вы сказали, Лимум Медиа вот пришло в голову, когда вы были в Казахстане, да? С кем вы это придумали и создали аккаунт в Лимум Медиа? Кто-нибудь вам помог в этом, или как бы вы сами это сделали? Ну, конечно, я прям всех призываю к тому, чтобы не запускал, обязательно объединять вокруг себя людей, потому что, Аля, даже если ты такой суперэгоист, и хочешь все лавры себе, ну, это очень такая дурацкая история с точки зрения того, что просто... Эгоизм получается. Да, эгоизм, и встанешь, и вообще у тебя ничего хорошего не получится, да. Опять-таки, я повторяю, что когда идея закрывалась, потом появились люди вокруг, которые, ну, журналисты, потому что я больше бизнесмен, то есть я все равно рассматривала это не просто на уровне, не хочу, это будет классно, мы будем говорить о молодежи, но еще и думала, боже, а как на этом еще и заработать? Бали, бали. Вот, это тоже важно, всем советую, кто бы что ни начинал, конечно, когда ты уходишь к мечте, как это будет прекрасно, да, все остальное, всегда задуматься, всегда взять калькулятор и посчитать, насколько... Нужно быть иногда математикой. Иногда, очень часто. Калькулятор, и потом, ага, все, все, ясно. Ну, в каком смысле пул, а в любой бизнес, даже в вашей радио, здесь что-то нужно покупать. Конечно, розыгрышу часто работаешь. Все остальное, но любая некоммерческая деятельность должна поддерживаться коммерческой деятельностью, то есть мы не можем постоянно быть такими мечтателями, идти и делать что-то, не задумываясь о другой стороне этого бизнеса. И что касается Льву, на самом деле, я до сих пор благодарна таким ребятам, как Тимур Тимирханов, как команде Интерньюз, и БРР нас поддержали, они выделяли субсидии мне как девушке-предпринимателю. То есть, опять-таки, я не вкладывала никаких личных средств, чтобы запустить это медиа. У меня было просто желание, а все вокруг закрутилось и завертелось. Вот когда был предыдущий вопрос, если девушка хочет что-то запустить, просто она об этом думает и просто объединяет вокруг этого людей, компании и все остальное. Когда я использую лимон-медиа, я говорю, что лимон и лимон-чо, лимон-чо, лимон-чо и лимон-чо, 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 лимон-чо. Лимон-чо, лимон-чо, это же такой национальный напиток. Сезон гриппа и простуды. Любой сезон, куда бы ни пришли, вас спрашивают три в одном, да? На самом деле, когда мы задумывались о том, как будем называть это, мы сильно не заморачивались, мы не хотели уходить глубоко. в ту же философию, нам хотелось чего-то сочного, то есть просто слово «лимон» вызывает у вас уже какие-то ощущения приятные, кисленькие, свежие, яркие, потому что все сглотнулись. И мы понимали, что таджуйские лимоны, они самые популярные, на мой взгляд, они вкуснейшие в мире, просто таких лимонов нигде нет. И я даже историю читала, что это гибрид, привезённый из какой-то другой страны, и именно на нашей земле они такие вкусные. Вот. Мы не хотели, чтобы это было какое-то латинское название мы, или не русское, мы хотели, чтобы просто перевели слово «лимон» на таджийский язык, и у нас же случилось вот «лимомедия». И действительно, когда каждый человек занимает много работы, много людей занимает, что много людей занимают, что они не знают, что они занимают 7 месяцев, и они занимают старые годы. И вы, например, говорили, что вы выбрали «лимон»? Это очень острый, как кислый ощущение Да, но мы еще и параллельно, получается, рекламщики, на самом деле это еще другая наша часть, профессиональная часть, то есть тоже, когда мы думали о Наймиги Пурнура, как мне сказал один казахстан, если бы ты жила с таким агентством в Казахстане, твое рекламное агентство взлетело, потому что начиналась она с Нура. Прям взлетело. Да, каждое название, что Пурнура рекламного агентства, оно и что Лиму Медиа, оно олицетворяет наше внутреннее состояние. Для нас это очень важно, чтобы человек, прочитав, поняв, увидев, вообще сразу прочувствовал всю, может быть, всю сущность того бренда, который мы создали. Вот, да. Это фестиваль еды и музыки, последний он так назывался, и он запустился, он уже идет подряд три года. Первый мы запускали в парковке Ашана, второй мы делали фестиваль еды и воздушных шаров, и это не фестиваль Моты и Елы, это фестиваль музыки и еды. Вот, да, мы запустили это мероприятие, оно потрясающее, но оно очень нам сложно удалось, потому что после этого мероприятия, наверное, год я прихожу в себя, потому что оно очень сложное. Но вы только представьте, что у нас не развита культура концертов, то есть, да, ну, какие-то местные звезды... Ну, с нуля как бы это все делать, это даже похвально, я думаю. Да, это с нуля делается, и это всегда очень сложно, но мы надеемся, что наша страна придет к тому, что, как минимум, наш город придет к тому, что у нас будут большие open air концерты, потому что, да, вспоминаю все эти ситуации, связанные с организацией, с привезом этих звезд и всеми остальными моментами, которые были связаны с этим, они достаточно сложны, но увидев те лица, допустим, такие же, как вы, допустим, ребят, молодежь, которые уходили с фестивалей, уходили с... Ну, вот просто нескончаемо чувствовать счастья, все подпевали просто, вот это вот, честно говоря, меня и вдохновляет. Мне от этого дали прям мурашки по тему, потому что ради таких ощущений... Нужно стараться. Да, потому что мы всегда, наш внутренний мир и вообще все, что это, будут богаты только тогда, когда мы будем полны впечатлений, потому что я сама вот... И вдохновление придет, и, конечно же, в то же время придет мотивация, да, и старание. Да. А вот вы знаете, вот думаю, побольше бы вот в Душанбе, в Таджикистане, в частности, вот таких вот мероприятий, да, вот, что вот море ощущений, вот после потом остались вот такие вот, как бы, хорошие впечатления. Согласна. Согласен. 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 Я согласна с тем, что реклама, маркетинг в стране. Не так хорошо развит, как, например, в других странах. На самом деле, большая здесь, я бы не сказала, эта проблема, задача системы образования, потому что никто никого не обучает становиться рекламщиками профессионально. То есть никто на это... Все мы самоучки, мы пришли, мы практикуем, что-то получается, что-то не получается, и потом, спустя некоторое время, еще умея на этом зарабатывать, становишься таким профессиональным рекламщиком. Но даже если рассматривать опыт тех же казахов, узбеков, кыргызов, честно говоря, вот этого творческого потенциала у нас не так много. Но есть прогрессия, знаю, что летом прошлого года наши ребята из 100 дизайн выиграли золотую награду, золото они выиграли в Центрально-Азиатском фестивале рекламы. То есть есть к чему стремиться, и я думаю, что нам просто надо работать, работать и работать. Да, я думала об этом, но, наверное, сейчас чуть-чуть немножко рано. Но мы, в свою очередь, мы организовывали первые конференции по рекламе и маркетингу. Мы организовывали такие ивенты, как байс-маркетинг, крафты привозили к нам сюда. Это тренинги были или что? Это были двухдневные, я бы сказала, что это не совсем тренинги, это лекции людей, которые приезжали из других стран. Вот я помню, одно из самых интересных наших спикеров, это Владислав Деревянных, они являются рекламным агентством номер один в России. Он приезжал, читал очень крутые кейсы, которые они реализовывают. А где ты проходила из них? Это было, опять-таки, три года подряд, это и в Смолитском центре, в Катар-Диале, в Хаяте. Да, 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 мы проводили эти мероприятия. Спасибо за субтитры Алексею Деревянных. Спасибо за субтитры Алексею Деревянных. Мне кажется, такие таланты у меня просто как... их даже нет. Но я большой потребитель впечатлений, я обожаю театры, концерты, киношки, все, что так или иначе связано с музыкой. Все это меня сильно вдохновляет, потому что без вдохновения, без вот какого-то порыва, не знаю, чувств, впечатлений очень сложно двигаться. Наверное, возможно, я бы попробовала себя в актрисах, ну, в какой-то, в актрисах я бы сыграла какую-то, в Екатерину вторую. А есть у меня такие вещи, но я не знаю, ну, именно чуть-чуть, когда я стану постарше, позрелее, потому что, чтоб сыграть то же такую роль, но вот как-то... Спасибо. Я не знаю. Я не знаю. Да, на самом деле, у меня улыбка очень редко уходит в суд. Постоянно улыбчиваем. Мама говорит, ты родилась и постоянно улыбалась. Поэтому мне пришлось бы, наверное, эту плохую роль переинать. Плохой персонаж превратился в положительного такого. В этом году я знаю. Это очень важно, если вы не узнаете, то, как вы не узнаете, то, что вы не узнаете? Я знаю, что вы не узнаете, когда мы узнаете. Я знаю, что вы всегда узнаете в лиму-медиа. Спасибо. То, что они хотят, они это вот получали. Какие советы? Я не совсем любитель давать советы, но, наверное, каждый должен чувствовать , что он хочет и обязательно искать . Потому что сейчас мир так устроен, что все они хотят стать бизнесменами, а потом один-два шага они разочаровываются, начинают заниматься другими вещами. Наверно быть в этом плане настырными, да, настойчивыми, настырными, упрямыми в каком-то смысле. Я считаю, что упрямость — это очень хорошее качество людей, потому что пока не добьешься своей цели, лучше не останавливаться. Наверное, я бы посоветовала еще больше читать, потому что вот «Лиму Медиа» мы тоже создали для того, чтобы люди больше читали, развивали свой внутренний мир, потому что чтение действительно играет большую роль в становлении личности. Нахождение себя даже, да? Да, я бы всем, наверное, не советовала бы, а пожелала бы найти себя, на самом деле, в первую очередь, и стать лучшим в том, что вы делаете. Вот вы, как, наверное, ВИДЖЕИ, здесь тоже, наверное, будете постоянно становиться лучше, и нельзя останавливаться. Нет предела совершенства, и постоянно развивайте навыки, которые у вас есть. Да, спасибо, Лайло, очень искренне, очень. Такие вот пожелания, спасибо вам большое. Хоп, ду-суни, азрис, мы бородгах шамадедмикем, шумру, Лайло, бараджейна, в ханам им роззи-бахорибуду, и воздараджейна. Гуль шукуфон бут, гули, лиму медиару, ба, раджейна, в бурдгах шамадедмикем. Ва, акнун, дару хирибарнума, башму хайрхошмэкнем, дусуни, ази, шумуан, нагоню, герумми, ва, пинандагуни, дойми, раджейна, в бурдгах, худонигабуна, тумбушадон, хайки, дару, хастей, руи, сафей, нафароники, дархуна, асей, дистирать, буфаруга, два, нафароники, дарку, расцвет барори коруком юбе, на сибатон, даша. Что ж, друзья, это была программа Ассарти, с Хандилан Туировым со мной, и, конечно, с нашей гостей Лайлу Тагаевой. Еще раз, как бы, спасибо, что вы пришли. И всем пока, друзья, до завтра. Берегите себя и своих близких. Все, пока.